она выскочила чем не могу помочь попытки нет нет юль там жарко да еще день так мы приехали горе я нардак так алексей переводит дорогу проехали там много машин да погода переменчивая и дождь был и тучи были и солнце козлоны поливаются да вот дымочек идет от горы посмотрим интересно конечно кафе музей вот нам наверное музей да здесь музей кафе воркшот автокарта да сколько стоит у нас сколько стоит форс 2 рубля русские не пишут так значит два моната для местного жителя стоимость кода для гостей девять вот даже если ты русский приехал жить в азербайджан но у тебя нет азербайджанского паспорта теперь продадут по девять вот эти билеты мы купили по девять монат вот слушай вот там какая-то карта есть давай мы ее сутками пойдем по Тимистану а это у меня съемка ну я думаю что нужно подождать когда будет сумерки ну я думаю что нужно подождать когда будут сумерки чтобы это выглядело более эффективно и эффектно эффектно вот потому что ну горит земля ну как бы впечатление не знаю да наверное те старые времена когда здесь были индусы там поклонялись богу огня наверное да это было что-то что горит земля да я говорю что наверное самые такие впечатления яркие это когда вечером потому что сейчас как бы ну горит да горит и горит ладно пойдем вот это вот плата пройдемся по территории вот это вот плата пройдемся по территории вот такие крыши красивые а здесь можно видишь нахердовой погонять по пустыне по мотоциклу да ну это в санат нужно чтобы такие гоночки устроить а? да здравствуйте давайте в Тепу пожаловать а вы приехали? мы приехали из Москвы но мы уже в Баку месяц живем ага вот и решили посетить огненную гору вот а у вас такие красивые это вы делаете сами да? сама да а расскажите вот с чего вы это делаете это из полимерной глины это натуральные камни а вот это серебро или металл нет просто качественный металл ага это настоящий жемчуг потом это полимерка а вот это вот красивые такие это агат натуральные а агат угу а здесь внутри натуральные цветы я их замуровала под эпоксидкой получилась вот такая красота а это перенос картины а сколько лет вы уже занимаетесь таким искусством? я где-то серьезно уже 4 года 4 года а что вас вдохновило? я в детстве занимаюсь такими делами просто уже это же такая усидчивость должна быть на профессиональном уровне а вот здесь что? это тоже перламутр натуральный а вот это из эбоксидки внутри там зернышки кофе натуральные камни цветы очень красивые очень красивые спасибо вороночки тоже вышли на работе это тоже, да? ага ага ну хорошо теперь знает где красоту такую приобретать все все ну ладно мне всегда как о девичьем я не могу пройти ни одной бирюльку пошла в экскурсию всего доброго успеха до свидания до свидания вот мы сидим на четвертой на четвертом ярусе и прямо от горы тепло идет ну может нужно поближе тебя заходить поближе да я подойду ну интересное зрелище конечно хорошо сделали главное почему то оно что горит вот в одном месте горит то есть оно уже не распространяется а вот именно этот кусок горит горит природный газ ой ну прикольно на самом деле вообще не дождь не снег вот сюда кидают копеечки вот прям плавятся копейки вот прям плавятся копейки ага каких только нету давай тоже кинем копейки желания загадаем и нам бог огня исполнит все наши желания есть копеечки дай мне давай ты бросай первый загадай желания давай давай хорошо подумай каждая мысль осознанная каждое слово все бог огня исполнит желание давай я так какое же у меня желание да мне есть желание да хорошо если можно кидать на копеечки значит желания исполняются и жарят так то есть нужно сейчас у нас будет новая традиция приходишь копеечку кидаешь Юля придумывает традицию да копеечку кидаешь загадывая желание и когда желание исполняется приходишь благодаришь еще кидаешь копеечку да да где бы ты ни находился потому что за все нужно благодарить и вот мы посмотрим сбудут свои желания ты запомнишь свое желание? на подержи сейчас это мне жарко встанет она выскочила чем не могу помочь второй попытки нет достань нет не достань все Юль нет второй попытки ешь Леша я тебе чем могу помочь ты что хочешь сказать мое желание не будет? спудиться нет оно же у меня не загорит оно будет так лежать я тебе чем могу помочь достань Юль там жарко дай еще денег у тебя копейка сильно тяжелая это я уже благодарю это я уже благодарю значит у меня все сбудется я уже благодарю вот все получилось 2 копейки это о чем-то говорит надо проверить может у меня уже исполняются все мои желания а я не знаю об этом говорит расточительство больше ни о чем не говорит это очительство да слушай это поклонение богу огня во все времена так было люди чем-то жертвы можно считать организацию подношения Юль это все придумки ну если бы не было придумок как бы тогда прям это горят ноги такие ну как так это это что сегодня это не я